У нас говорят в Литве, что Клайпеда – это самый хороший литовский город после Вильнюса. И там самые красивые девушки, самое вкусное пиво, самое лучшее море, самая лучшая атмосфера. Очень либеральная, очень дружелюбная. Там фантастика просто. Я знаю, что в Клайпеде раньше, в советские времена, была популярная база подготовки, да? Что туда ездили на сборы часто. Сейчас тоже. Сейчас очень много приезжает команд из России, из Украины, подготавливаться именно в Клайпеде. Там хорошая спортивная база, там есть гостиницы, хорошая еда. Там все есть. Скажи, пожалуйста, что в Литве знают про Украину, про украинский баскетбол и будут ли литовцы ходить на наши матчи? Сперва на последний вопрос, будут ли ходить. Конечно, будут. Уже известно, что большинство билетов в Клайпеде купили именно литовцы. И они просто любят баскетбол, и они, подходя к другому вопросу, знают украинский баскетбол. Мы увидели вашу сборную 17-летних в прошлом летом. Очень понравилось именно пару парней. И при этом мы еще помним Станислава Медведенко, который играл в «Алитусе» и ставил большой отпечаток в литовском баскетболе. И, конечно, мы знаем Сашу Волкова. Еще помним и ценим. Вообще, в Клайпеде осталось сейчас где-то 10% непроданных билетов. В «Чаулей» осталось 10% непроданных билетов. В «Паневяжисе» билетов нет уже. Не было билетов уже в первую неделю. А в «Алитусе» осталось где-то 30% еще непроданных. А дальше? На финальный? На финальный. В «Вильнюсе» билетов тоже нет. На другой этап. И финальный этап, насколько я знаю, осталось только на матче за седьмое и восьмое место. А сколько литва уже готова в «Чаулей»? А сколько еще остается вам сделать? А на сколько уже литва? Ну, осталось еще закончить две арены. Это все. Ну, в остальном мы готовы. Уже готовы. Вы сначала построили арену, а потом подали заявку. Или вы сначала подали заявку, вам ее дали и вы стали строить арену? Мы подавали заявку, уже имея в голове, что мы будем строить арену. Но арены в «Каунасе» и в «Клайпеде» начали строить только после этого, когда мы отправили заявку. Ну, а остальные были готовы? Да. Зименс в Вильнюсе построили 2004. Как раз перед заявкой. В Паневежисе в «Чаулей» в 2006. Но это уже было раньше в планах. А арену в «Алитусе» реновировали как раз, когда подали заявку. Кто строит арену, да, ну, у нас сейчас тоже очень много думают. Государство будет давать деньги на строительство арену? Спонсоры, муниципалитет? Как у вас? Это очень комплексное решение. Строят все. Строит муниципалитет. Строит государство, дает деньги. И, конечно, ну, мы как бы являемся в таком союзе, который называется «Европейский». У них очень много фондов для развития спорта, туризма. Это все подключается, и мы получаем деньги. Кому арены будут принадлежать после «Европейского»? На чьем балансе? Арены в «Вильнюсе» уже есть частные. В «Каунасе» будут принадлежать тоже частным лицам. В других городах они принадлежат местным властям. И только они, как бы, арендуют это оператором, который оперирует этими аренами и там делится бюджетами с местными властями. Частным лицам это имеется в виду клубы, да, в «Баскутболе»? Не совсем. Большие компании, которые заключают договора с клубами и просто там клубы играют. Но этой арены не только для баскетбола, это арены для концертов, это для других мероприятий универсальные. Вы не будете в «Кусты» стоять в «Кустыне» на «Баскутболе»? Нет, 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 это невозможно. В Литве это невозможно. А что будет? Ну, как я говорил, это концерты, разные соревнования. Допустим, вот в этой самой зимой арене в Вильнюсе проходят и хоккей, и гандбол, и концерты. Там «Стинг» приезжает, большие звезды мировой музыки. Что дает, в общем, если говорить про страну, что дает «Евребаскутболе»? Я знаю, что когда в 1939 году принимали, да, то фактически там стал, оттуда пошел, в «Каунасе», в «Баскутболе»? Не только в «Каунасе», в Литве. В Литве, да. Что сейчас дает «Баскутболе»? Я думаю, что этот «Баскутбол», сейчас «Евребаскутболе» 2011, даст тот же самый импульс, что был в 1939. То есть «Баскутбол», как вторая религия Литвы, только расцветет, а не упадет, и там никто не забудет его. Это очень хорошо для самой нации, потому что «Баскутбол» в Литве всегда поддерживал дух литовского народа. И мы благодарны этому виду спорта за это. И, конечно, я не знаю, не мог бы посчитать, сколько даст этот «Баскутбол» и этот «Чемпионат» в экономическом смысле. Но я думаю, что очень большой импульс тоже. Лок зарабатывает деньги? У него будет плюс по твоему бюджету? У Лока не может быть плюса. Скажем так, литовское государство дало нам одну третью денег, которые нужны для проведения чемпионата. Все другое мы должны заработать. И мы уже заработали, продав это количество билетов, что сейчас продано. А все остальное, сколько мы заработаем из спонсоров, из частных лиц, это все пойдет в государство. Лок – это команда чистых профессионалов. Она собрана не в первый год. Мы вместе проводили У-16 и У-18. Очень хорошая команда сработавшаяся вместе. И никакого иностранца там нет. Мы разъезжали повсюду и были на чемпионате Европы, на чемпионате мира. Смотрели, что там делают люди, как это организовать, как делать логистику и все тому подобное. Ну и просто делали сами выводы и сейчас работаем. А сколько у вас людей работают? 20. Продолжение следует...